Время эффективных решений это не просто форум ради форума. В Большом зале Академии Единобор собрали всю бизнес-элиту региона. Аграриев, строителей, промышленников, в общем, опоры экономики Рязанской области. Обращаясь к бизнесу, Николай Любимов был откровенен. Трудности это надолго. Ситуация сложная, контролируемая. У нас сейчас все механизмы в руках для того, чтобы обеспечить нам реально развитие и экономику оставить стабильнее. Это очень важно. Поэтому мы готовы выслужить любые предложения. Мы сейчас, особенно сейчас, все должны объединиться и не считать друг друга по гробам. Никакой сегрегации однозначно. Мы, они, все мы. Издалека это было похоже на масштабный брейн-ринг. 15 ярко подсвеченных тематических столов за каждым бурное обсуждение, своеобразный мозговой штурм. Потому что именно эти люди знают, как им спасти свое дело в нынешних условиях. Власти поддержат категорически. И, полагаясь на пандемический опыт, для бизнеса снова сделали преференции. Даже больше. Мы сейчас максимально обнулили все наши налоговые ставки. То, что мы можем в плане налогов, мы все сделали абсолютно. Вот это наши сегодняшние меры. Плюс приняли решения, которые особенно сейчас бизнесу нужны. То есть это не только налоговые льготы, это не только административная поддержка. Здесь мы тоже предприняли ряд усилий. И федеральные органы власти тоже объявили об этом. И президент, в первую очередь, он отказал об остановке проверок бизнеса. Мы даем предприятиям деньги конкретно, которые им сейчас очень нужны, на выполнение оборотных средств. То есть просто кому-то надо за кредит заплатить, который он уже до этого взял. Кому-то необходимо запасы срочно нарастить, для того, чтобы продукцию выпускать. Деньги бизнесу дадут в виде кредитов, но по самым минимальным ставкам. 5-6%. Полмиллиарда на это у региона уже в резерве. Адресно, по словам губернатора, власти будут помогать предприятиям, что называется, в ручном режиме. Николай Любимов посетил каждую отраслевую площадку за столом агрария. Обсуждение было особенно бурным по поддержке производителей мяса и молока. Государство взял и говорит, что торговая цель не больше 5%. Сдержала, да? Что сделает торговая? Она сейчас сдержит. Так, ребят, давайте-ка мы его запустим. Конечно. И они нас хопа и опустят опять. А себестоимость, то, что мы покупаем в обеспечении, выросла на 40%. По всей цепочке надо. От каждого круглого стола ждали списки первоочередных мер с реестром от 10 позиций. Причем отметать по итогу не будут ничего. Каждая из них станет предметной и будет доведена до федерального центра. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».